Присаживайтесь пожалуйста. Моя фамилия Холдов, я председатель общественной комиссии по Петербургу. К нам обратился ваш адвокат Почуев, соответственно с вопросом, что у вас могут быть какие-то здесь проблемы содержания. И проверить ваши условия. Соответственно, что у вас здесь никто не бьет, что у вас здесь корма нет вообще. Никто меня не бьет. Корп, я думаю, такой, как полагается. Что касается меня огромная просьба. Я не могу не читать. Мне нужны очки. Слезы прошу очки. Чтобы мне разрешили очки. Чтобы очки передали, да? Ну, разрешили. У них очки кто-то и бьет. Чтобы очки, потому что я без очков не могу читать. И чтобы у меня была возможность еще литературу. Потому что я как ученый, я когда вот так просто мне схожу с ума. Я просто умоляю, что мне дай вам хотя бы заниматься своим делом. Даже сейчас. Значит, про очки я обязательно передал. Но единственное, что сегодня уже забыл. У меня больно, да? Сегодня вы давно не будете уже ночью читать. Конечно. Нет, сейчас я бы все равно читал. Потому что я не могу иначе. Значит, схожу с ума. Просто я человек, да? Ученый научного труда. Я постоянно работаю, пишу книги и так далее. И для меня сейчас просто как сумасшествие. Мага просто за невозможность читать. Значит, я постараюсь в ближайшее время решить этот вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Какие-то у вас в камере вы не один находите? У вас какие-то есть? Нет. Сокамерный. Все идет спокойно, достойно. Никаких не угроз, не насилий. Нет, что вы очень спокойный человек. Сотрудники с вами корректно общаются? Сотрудники идеально корректно. Вообще ничего не могу сказать. Кормят? Ну, я говорю, что кормят, как, наверное, полагают со всех. Так что, мне кажется, что отличается. С три стороны Прокопова в Париже чуть-чуть отличается. Но, в принципе, все нормально. Какие-то жалобы, замечания, кроме очков, есть что-то еще у вас? На условия содержания, да? То есть, ни следствие, ни суд. Я думаю, что условия содержания все достойно. Просто, чтобы не обязательно считать. Имеется, что там, уже говорится, не только одну книжку, а там несколько книжек. Потому что, ну, что же книжки там опустят. Ну, я так понимаю, что у вас, по крайней мере, из новостей, что сегодня было продление, что вас в Христы отправляют. Правильно? Ну, да. В Христах тоже, если какие-то у вас будут жалобы, условия содержания, или вы можете в ВНК напрямую обратиться. Или, соответственно, через блокадов. Адвокаты, как бы все контакты, знают. Но, как бы, Кресты, это сейчас считается лучшей изолятором в Европе. Поэтому, не могу сказать, что вам повезло. Но, по крайней мере, из всего, что возможно было. Наверное, на самом деле. Там уже даже телевизор в камере. Телевизоры там не у всех есть. Но, может, и повезет. Может, чтобы не повезло. Здесь уже, там, смотрят по статье. Потому, соответственно, даже не камера опирается, а сокамерники. То есть, чтобы там тяжкие, стяжки. Да, тоже огромная просьба. Просто, понимаете, я, чтобы я не совершил, оступился в конце своей жизни. Просто долгой и частой жизни. Что, может, мы его любили камера. Ну, такого же плана. Здесь это по закону положено. То есть, вас никто не может посадить. У вас судимости же нет для этого. Правильно? Нет. Вас никто не имеет права посадить с ранее судимого. Вас никто не имеет права посадить с каким-то людьми, в другим статьям. То есть, здесь, в этом плане, закон вас защищает. Если, как бы, вас в каком-то случае, да, вдруг принесят неправильно, ваш адвокат всегда обратится. И мы скоро, как бы, обратимся в это очень быстро с ранее. Спасибо вам большое. Да, вы не волнуйтесь, потому что в Христах, или я, или мои коллеги, кто-то вас обязательно посетит. Спасибо. Общественная Гударственная комиссия. Огромное вам спасибо. Спасибо, Виктор. Это наша обязанность. Единственная просьба, что то, что мы видео снимаем, что вы это посчитаете, что вы не возражаете. Так, да. Я ваши слова поддевал из-за того, что дело у нас резонансное, чтобы хорошо вы не возражаете. Я просто подпись свою здесь, в принципе, согласен написать. Вот. Значит, все, тогда я про очки выключаю. Угу. 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 Угу.